В дворце спорта «Видное» прошла главная детская ёлка Ленинского района. Детей ждали подарки, красочное представление и, конечно, праздничное настроение, которое дарили им артисты и главный хозяин этого дня Дед Мороз. На праздники побывала и наша съёмочная группа. Новый год с самого раннего детства остаётся в памяти запаха мандаринов, яркими огнями гирлянд, наряженной ёлкой и... Дед Мороз приносит подарки. Новый год – это праздник, когда много подарков. Подарки. Новый год – это когда Дед Мороз приносит подарки. Любимый каждым ребёнком праздник начинается задолго до 31 декабря. В нашем районе проходит большое число новогодних ёлок. Несмотря ни на какие проблемы в финансо-экономическом развитии не только нашего района, в целом страны, мы будем проводить дерзкие ёлки для детей. Это самый основной итог нашей жизни. Детская ёлка для детей очень важна. Самая главная детская ёлка Ленинского района собрала ребят во дворце спорта «Видное». Уже в фойе детей встречали герои сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». Королева, шляпник, Алиса и кролик весело танцевали и пели, играли в подвижные игры и устраивали конкурсы. Новогодняя сказка продолжилась в большом зале спорткомплекса, где ребят поприветствовал Дед Мороз. И то, что он настоящий, почти никто не сомневался. В этот раз дети увидели сказку Шарля Перо «Спящая красавица». Яркое костюмированное шоу и живое исполнение песен артистами заставляли детей заворожённо следить за происходящим на сцене. Злая ведьма заколдовала маленькую девочку. И вот как только ей исполнится 16 лет, принцесса Аврора уколится о вертёнце и умрёт. Но фея спасает девушку, и она находит свою любовь. Как полагается в сказке, добро победило зло. Аврора и принц Федерик вместе. Екатерина Чернышёва, Александр Ильин, Видное ТВ.